Всем огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня лампу пришлось включить, потому что солнце что-то никак на эту сторону не переходит. Темновато, поэтому опять мои тут птеродактили пылевые залетают. Не обращайте на них внимания. И сегодня у нас будет влог. Хочу вам... Влог, короче, на пару вопросов я хочу ответить. Это первый вопрос, который, я считаю, заслуживает отдельного внимания. Это то, что мне написали в комментариях, что я пишу такие названия, как будто я хочу, чтобы мое видео посмотрели. Ну, представляете? Вы прямо в Америку открыли. Я, конечно, хочу, чтобы мое видео посмотрели, но это не кликбейт, потому что, когда вы заходите на видео, вы видите то, что у меня там на повестке стоит, я в названии пишу, это как бы тезис на то, что будет потом в видео. Я написала в прошлом видео, что у меня умерла собака. У меня умерла собака? Умерла. И второе название у меня было о том, что у меня была неприятная ситуация с девушками из Украины. Она у меня была? Была. Что я неправильного и неправдила, написала название. В моем понимании кликбейт, это знаете, когда вы видите вот такое название. Меня бросил муж с тремя детьми, я осталась одна, заходите на видео, вам женщина говорит, что муж уехал в командировку. Ну, по факту, да, он ее бросил, уехал в командировку. Ну, во-первых, не в том смысле, а во-вторых, ну, это даже, понимаете, это даже не кликбейт. Все-таки кликбейт, это если, например, вы напишите тоже видео «Я ухожу». Может быть, я даже так назову это видео, чтобы вы зашли и поняли, о чем я веду речь. Вот. А на самом деле вы заходите на видео, я вам тут рассказываю о том, как я дома убираюсь, рассказываю про косметику и просто ни единого слова о том, что я куда-то ухожу. Или собираетесь уйти, но на два дня, и потом через два дня вернуться. В общем, вот это для меня кликбейт. А все остальное, у меня всегда название видео оправдывает то, что находится в своем видео. То есть я именно это описываю. А так, да, конечно, я хочу, чтобы вы посмотрели, потому что первое правило даже школы Ютуба – это вы должны выбрать либо красивую картинку для видео, чтобы на нее захотелось нажать, либо вы должны написать какое-нибудь название, которое бы цепляло, и человек захотел бы просмотреть это видео. Что здесь необычного? А в противном случае, ну, если вы напишите «Я варю пюре, и я там делаю что-то еще», убираюсь, то, знаете, очень мало кому это интересно, очень мало кто это посмотрит. Ну, может быть, у тех, кто выпускает видео каждый день, и люди же просто привыкли проводить время с тем человеком, ну, знаете, это как сериал смотреть, то да, они посмотрят. Ну, новый зритель очень вряд ли, поэтому как-то так, и в этом ничего зазорного нет, я никого не обманываю. Второе было – это то, что я отрабатываю ватную повестку, сидя с ангельским лицом, но на самом деле я могу отрабатывать повестку только своей страны, потому что я точно знаю, что происходит здесь, в моей стране, и меня интересует только это, потому что это напрямую касается моей семьи, моих близких, моих друзей, знакомых и так далее. Вот, а то, что я сняла видео и рассказала, что, ну, так у меня получилось с девушками из Украины, но это только потому, что мне именно эти девушки и именно из Украины попали. Если бы такая же ситуация у меня произошла с девушками из России, из Грузии, из Турции и так далее, я бы тоже сняла точно так же видео, если бы мне так сказали. У меня нет никакой цели, мне вообще это просто даже не в моих интересах, зачем делать акцент на том, что это были именно украинки. Мне все равно, кто это был, если бы они меня обидели, как-то оскорбили. Так что не надо мне приписывать того, чего нет на самом деле. Может быть, вы просто провокатор, поэтому для вас такие вещи в порядке вещей. Такие вещи в порядке вещей, масло, масло. Но, может, для вас такие вещи в порядке, для меня лично нет. Вот, и был один раз, нас развели 22 года, чисто русский парень, который на наш счет Жени скинул почти 4 тысячи евро. Это в евро эти вам просто перевожу. И когда полиция нас затаскала по участкам, это было и у нас в городе, и потом мы ездили с Жени и в другой город в Марту, там полицейский участок. Вот так вот он просто решил нас обмануть, обокрал квартиру, а деньги все перевел нам на счет. А сказал, что просто потерял свою карточку, ему никак не снять деньги. А потом вот так оказалось. Так что вот и русский нас человек подставлял. Это не важно, национальность. Я уже прям, я видел, прям орала уже, что уроды есть везде просто, просто везде. Более того, я вам хочу сказать, что свой заработок на Ютьюбе, который мне, ну там не очень большой, я уже говорила, что из-за санкций просмотров может быть много, но платят очень мало. Но те деньги, которые мне приходят от Ютьюба за просмотры, я делю между украинцами и между русскими. Я помогаю Харьковскому, в Харькове проживает мужчина Николай Маслов. У него даже на Ютьюбе канал есть, начальник Харькова. Я захожу к ним туда, и когда у меня есть возможность, я перевожу деньги им на Paypal. У них есть Paypal, потому что они помогают переселенцам. У них более 5000 человек переселенцев из Лисичанска, из вся Харьковская область. Я, честно говоря, не совсем запомнила все города, которые он перечисляет. Но вот я посылаю им деньги, они покупают какие-то продукты, и много людей им посылают деньги. Там не надо огромных сумм посылать, ну кто сколько может, тот и посылает. А когда у меня нет денег, я просто им в ТикТоке дарю подарки. Покупаю монеты и дарю подарки, чтобы они могли купить сахар. Это первое. Поэтому, знаете, для меня тут национальность не важна. Если люди в беде, они абсолютно не агрессивные. Он иногда, ну там я пишу комментарии, он мне отвечает. Ну, в общем, у них нету, знаете, вот как объяснить. Вот они на самом деле действительно там в большой беде оказались, потому что, я так понимаю, государство не особо помогает им. Ну, я не знаю точно, какая там ситуация, я просто вижу, что людям не хватает денег на то, чтобы кормить тех людей, которые к ним приехали туда, переселенцы. Вот, поэтому я, в общем-то, и помогаю. И вы тоже можете, вместо того, чтобы обвинять меня в какой-то ватной повестке, просто взять и перевезти им денег на то, чтобы они купили хлеб. И второе, это душа бродяги, приют, которым я помогаю уже очень-очень давно. Но, но так как сейчас PayPal тоже санкции наложила, я раньше им на PayPal переводила, вот, то я перевожу через своих друзей из России, они уже переводят им деньги на корм и на все остальное, потому что им очень не хватает денег. Вот, также я помогаю всегда детям, у которых спинально-мышечная атрофия, в TikTok очень часто выкладывают видео. Я неоднократно помогала, но по сильной сумме перевожу. Вот, так что для меня национальность, она абсолютно не играет никакой роли. Вы вместо того, чтобы приписывать мне такую херню, извините за выражение, вы бы лучше помогли своим согражданам, которые остались в Харькове, которые никуда не уехали, у которых нет денег, чтобы купить себе ни еду, ни лекарства, которым ВПО задерживают, в общем. Вот, так что я очень советую, найдите начальник Харькова в TikTok, он Николай Маслов, и помогите им, вот, а не обвиняйте меня во всякой ерунде. А если кто хочет помочь приюту душа бродяги, ну, ребят, вы кто из России, у меня большая аудитория, вы хотя бы можете по 5-10 рублей, ну, 50-100 рублей туда им перевести, и для них это, представляете, если вот из моих подписчиков хотя бы, ну, не знаю, 10 тысяч переведут туда по 5 рублей, вы представляете, какая-то большая сумма на корм для собак, это очень, это огромная сумма, а 5 рублей, ну, что это, за 5 рублей особо ничего не купишь, ну, а если вот все вместе объединиться, это уже огромная сумма, которой вы можете помочь тем или иным, и тем, да, или иным, вот, кому хотите, я не знаю, это на ваше усмотрение, конечно, поэтому, да, сколько я могу, один маленький человек со средним заработком, вот, как среднестатистическая семья я помогаю, поэтому не надо меня обвинять, ничью повестку я не поддерживаю, я одинаково люблю людей тех и тех, если они люди, вот, не не люди, а люди, и абсолютно мне не важна эта национальность. Я надеюсь так, что я ответила на ваш вопрос. И вот еще хотела показать, короче, тот свитер, который я купила в Сенсай-магазине, вот он. Я ношу его, просто не вылезая из него сейчас, потому что, ну, сейчас погода, у нас опять снег выпадал, ну, вроде солнце светит, но еще прохладно, и я надевала куртку, внутрь вот этот свитер, он длинный такой достаточно, ну, чуть выше колена, где-то вот настолько, потом я надевала леггинсы и грубые ботинки, блин, так красиво смотрится, я куртку даже не застегиваю, иначе я вот такая не буду, вот, но мне было настолько тепло, шапка у меня такая шерстяная, вязаная, крупные вязки, очень красиво, так что я довольна, что я все-таки этот выбрала свитер, а не зеленый, между, каким я сначала смотрела, тот зеленый был потоньше, вот, если увидите, просто всем рекомендую сейчас скидки, ну, сезоны вот эти, потому что уже сейчас зима заканчивается, и, как я уже говорила, по-моему, он стоил 33 евро или 35 евро, а я за 25 или за 27 купила, как-то так уже не помню, вот. Ну, а остальное, наверное, я уже все расскажу в самом видео, так что, если вам интересно, то давайте приступим. Всем еще раз привет, сегодня у меня постельный режим, заболел я Леву вчера, ой, какой вчера, Лева в понедельник сходил в бассейн, во вторник он, я видела, что он начинает заболевать, в среду он уже заболел, четверг, пятница у него была высокая температура ночью, вот, я даже не знаю, сколько, потому что я за градусник он даже не ходила, но у меня было лекарство, сразу взято с собой, вот, и я ему дала лекарство, у него так колбасилось сердце, я не знаю, просто не могла пульс сосчитать, я думаю, если так и будет продолжаться, то придется мне, наверное, на скорую вызывать, но благо, ну, температура спала, и все, прекратилось, у него два дня по температуре, и вот теперь я заболела, и я всегда, если цепляю от него болячки какие-то, неважно, садик он принес или откуда-то еще, то я болею в три раза сильнее, чем он, так что вот я сегодня лежу, Женя поехал на велосипеде кататься, хорошо, Лёва уже может сам себя занимать, он или в телефон играет, или пластилин лепит, или в мультики смотрит, вот, а эти, как всегда, со мной, и одна, и вторая, мои доктора, то одна придет полежать, то другая, ну, я стою, конечно, ничего такого прям, ну, просто простуда и плохо очень, плюс я еще таблеток наелась, у меня так распалился желудок, это просто что-то с чем-то, я не могу даже встать, то я начинаю вставать, у меня такие рези в желудке, что я сразу просто сажусь, я не знаю, сейчас нож повыпила, там у меня какое-то раздражение пошло, не знаю, так что если кто-нибудь болеет, обязательно выздоравливайте, я хочу, такая погода хорошая, вот, так что не гоже сейчас болеть, надо гулять, ходить, вот, все-таки весна началась, ну, продолжим, что ты хочешь, эту серию, сейчас пойду переключу, так, все, выключаюсь, и потом буду дальше снимать. Так, сегодня решила сделать на ужин сразу две пиццы, вот, ну, мы покупаем вот такую вот мягкую основу, я уже показывала, Вичи фирмой называется, вот, очень удобно и получается дешевле, естественно, чем покупать пиццу, когда уже все на нее положено, потому что у нас такая пицца, ну, где-то 5 евро стоит, вот, а так все, что в холодильнике есть, вот у меня была копченая колбаса, такая, кружочками положила, сюда ветчину, короче, нарезала, тоже положила, соус, вот такой вот обалденный соус, если не пробовали, обязательно попробуйте, очень вкусный, как-то мы с Женей картошку фри покупали, ну, и гамбургер у нас здесь есть, такой, короче, типоларек, вот они на дом доставляют, и вот я вот этот соус попробовала, но я не знала, что это он такой вкусный вообще, и вот я его купила, он вообще для гамбургеров, но я для пиццы использую, и вот такие вот две большие пиццы у меня получились, сейчас духовку уже разогрела, отправлю их, и буду готовить. Так, ну все, пицца моя готова, сейчас разрежу их, так, хорошо. Давайте я вам покажу покупки, которые у меня были косметические, вот насколько мне голоса хватит, потому что у меня так душит кашель периодически, и вот я достала из коробки все, и здесь вот осталось немножко, это пробники, которые мне в подарок положили, и в подарок вот кондиционер, тоже я на покупку там, по-моему, 30 евро совершила, и можно было выбрать подарок, я вот такой кондиционер взяла, но я взяла его не на волосы использовать, а я, когда, допустим, использую вместо пены для бритья, и потом кожа, знаете, такая мягкая, нежная, вот, первое, что я хочу показать, это два вот таких вот крема идеалиста от марки Белита, вот, я про них рассказывала, и говорила, что если мне удастся купить у этой женщины там остатки, вот, то я обязательно куплю, и вот у нее два оттенка было, ноль первый и ноль второй, просто обалденные кремы, очень советую, здесь 20 миллилитров всего, но хватает их достаточно надолго, вот если не пробовали, еще обязательно попробуйте. Дальше, что тоже такого заслуживает внимания, это новая серия от марки Катрис, Jungle Book, у них вышли очень красивые палетки теней, и я взяла себе палетку для лица, вот такую вот, мне показался вот этот цвет хороший для контурирования, вот, и очень предметил, мне даже жалко использовать, ну, то есть, здесь такие рисунки красивые на нем сделаны, поэтому пока вот не использую, только сводчи сделала, это классная тоже вещь, мне понравилось вот само оформление, и в принципе хайлайтер тоже понравился. Следующее, что я покупала, это была вот такая вот краска для волос, две пачки я покрасилась, потом в следующем видео покажу, какой цвет получился, вот захотелось мне покраситься, вот близкий свой оттенок натуральный, и вот взяла 616 краску, хорошая краска, мне очень понравилась, тоже могу порекомендовать, для домашнего использования, вообще отлично. Так, следующее, также заказала я два вот таких вот карандаша, в своих самых любимых оттенках, вот, видите, цвет пыльной розы, тоже хорошего качества, карандаши мне понравились, это Pierre Rene, по-моему, польская фирма, и вот этот карандаш, какой марки, Astra какая-то, я не знаю, вот, но тоже цвет очень подходящий, вот как я люблю. Следующее, что я заказала, это вот такой вот корейский крем под глаза, вот, очень мне тоже понравился, отбеливает хорошо кожу под глазами, вот кому надо, запоминайте марку. Так, и следующее, что у меня было, это вот такая вот палетка теней, тоже связана с джунглями, что-то все по выпускали, смотрите-ка она красивая, тени очень-очень пигментированы, я уже в группу в телеграмм свою выкладывала, ссылку оставлю там, можете посмотреть свочи, сейчас уже не буду пачкать руку, единственное, что у меня разбитое зеркало, вот пришло, жаль, но я уже не стала никуда жаловаться, просить деньги мне, возвращать. Так, что я еще купила, это вот такой вот классный консилер, вот, тоже от этой марки, как и тени, очень-очень пигментирован, он такой розоватый подтон имеет, тоже свочи выкладывала в группе своей, и там все подробно с описанием, и с фотографиями, и вот последнее, что я заказывала, на Джум есть корейский магазин, и там можно взять, ознакомительный, ну, взять, купить, 12 евро стоит, ознакомительный пакет разных корейских пробников, вот, и я решила тоже попробовать, за 12 евро, вообще я считаю, что очень-очень хорошее наполнение, две вот такие вот полноразмерные, эти маски для лица от марки Farmstay, вот, дальше, был вот такой вот набор тоже, не знаю, как читается эта фирма, но вот такой вот, я думаю, что достаточно, тут, достаточно количество продуктов, чтобы ознакомиться с маркой, можно было, и кучу, кучу, кучу вот таких маленьких, маленьких пробничков, тоже кое-что отсюда уже пробовала, и вот за весь набор, я заплатила 12 евро, отзывы там очень положительные, да, на Joom есть много разных магазинов, брендовых, и также есть магазин корейской косметики, вот, можете тоже там посмотреть, я считаю, что наполнение за 12 евро хорошее, вроде, это почти все мои покупки были, из косметики, так, сегодня у нас чистый четверг, и я буду убираться, точнее, я убираюсь, и вот, вещи из сушилки достала, посмотрела, вещи сами по себе чистые, но вот есть такие отдельные вещи, в виде пятен от краски, почему-то краска вообще-то не отстирывается, это Лев рисовал, задел вот зеленый, тут голубая краска, и почему-то не отстиралась, и вот такая же есть еще одна кофта, которая постиранная, вот, в целом-то она чистая, но на рукавах вот остались такие разводы, которые абсолютно ничем не выводятся, вот, я стирала при 60 градусах, и все как было, так и есть, поэтому сегодня попробуем, вот такое вот средство, которое называется, я твое средство для всего, от марки Бренд Фрие, чудо-очиститель, мне понравилось, это кислородный отбеливатель, и мне понравилось, что здесь вот стоит, значок QR-кода, который вы можете использовать, для того, чтобы заказать средство еще раз, вот здесь один килограмм, и мне, знаете, очень понравилось, что здесь толковая инструкция, то есть она небольшая, очень понятная, каждому способу использования, здесь по 2-3 строчки, которые очень легко запомнить, и так, я уже скипятила чайник, наливаю полтора литра воды первую, или еще 3-5 литра, так, и последняя, здесь у меня получается 4,5 литра воды, вот, и смотрите, чтобы сильно не нагружали вещами, потому что, если очень много вещей, и они плотно лежат в эту трубу, то активный кислород может не поступать к пятнам, поэтому я сейчас только 2 вещи замочу, потому что тазик у меня неглубокий, так, я буду добавлять 6, ну 7 ложек где-то средства, потому что у меня воды 4,5 литра, можно не дожидаться, чтобы гранулы все растворились, но никогда не сыпьте гранулы сверху на вещи, особенно на цветные, потому что могут остаться, впрочем, обстоятельства непредвиденные, неприятные могут быть, нужно обязательно сначала вот сделать раствор, и потом кидать туда, ну, замачивать туда вещи, не дожидаясь окончания реалии, чувствую себя как на уроке химии, обожаю все эти процессы, вот сейчас буду замачивать первые 2 вещи детские, вот, можно взять и чем-то помешивать, вода должна полностью накрыть эти вещи, просто, чтобы не оставалось никаких сухих мест, тогда эффект будет, конечно же, гораздо лучше, такую штучку использую, иногда лучше помешивать, для, ну, так сказать, чтобы разогналось все, и где-то я это все дело оставлю, может быть, на часик-полтора, посмотрим, буду смотреть по мере того, как загрязнение будет отстирываться, смотрите, сколько пены пошло, это хорошо, что я тазик успела в ванную отнести, иначе бы все пролилось на пол, заодно бы и полы помыла, а девчонки, показываю вам свой свитшот, вот он, где я фотографировала, было кучу пятен, таких непонятно от чего, вот он, абсолютно чистый, переверну его, здесь тоже все отстиралось, вот он мятного зеленого такого цвета, так, этим результатом я осталась очень-очень довольна, так, ну что, проверяем результат, смотрите, стирала я при помощи этого средства, как я уже говорила, я твое средство для всего, и, если вы помните, я показывала на рукавах, были разноцветные пятна от масляной краски, которые, ну просто, если не использовать, наверное, отбеливатель, вы ничем их не выведите, но я не могу на голубую ткань использовать отбеливатель, потому что здесь рисунок есть, и здесь есть рисунок, и на этой кофте тоже самое было, такие желтые пятна краски, которые ничем не отстирывались, вот, посмотрите, теперь рукола просто чистейшие, все абсолютно отстиралось, я считаю, это просто успех, учитывая, что в этом средстве абсолютно нет никакой химии, то есть оно без хлора, оно гипоаллергенно, и знаете, что мне нравится вот в таком средстве, это то, что вы можете использовать для всего дома, и диван тоже, и краску от, ну на полу, там у нас тоже краска была синяя, и туда я капнула, оставила, и потом через некоторое время протерла, все оттерлось, так что, если захотите попробовать это средство, оно продается на Вальберис, на Озоне, я ссылку оставлю в описании под видео, там можете посмотреть, так, и пока стираются мои футболки, я хочу попробовать отстирать свои вот эти вот кеды, на которых, в которых я катаюсь на велосипеде обычно, ну и конечно же, просто хожу куда-то в магазин, они вот в некоторых местах достаточно грязные, поэтому хочу посмотреть, как я, твое средство для всего, справиться с этой задачей, сейчас тоже нагрею воды, пока стираются футболки, как раз замочу кроссовки, и посмотрим, насколько хорошим будет результат, так, не знаю, сколько чайников воды понадобится, потому что меньше трех воды, так, буду насыпать 6 ложек средства, камеру сейчас выключу, потому что неудобно, у меня ложка такая плоская, ее никак не зацепить, вот, поэтому нужно держать пакет тоже, и потом уже включу камеру, процесс пошел, беру свои кроссовки, и погружаю, ничего себе, вода сразу грязная, какая стала, хотя я подошву помыла перед тем, как принести их сюда, ну и сейчас буду оставлять на, не знаю, насколько сейчас, я их притоплю чуть-чуть, потому что я боюсь рукой, голая вода, кипяток 90 градусов или 100, в общем, и отнесу в ванную, пусть, пускай там все это дело происходит, оставлю на пару часов, ну что, смотрите, я просто в шоке, мне хватило 15 минут, чтобы кроссовки довести, вот, до такого состояния, сейчас я вам покручу их по-разному, вот, со всех сторон, они чистые, максимально, настолько, насколько возможно было, все это за 15 минут, я просто обалдела, когда с них, ну вот эта вот, вода сразу стала такая темная, как я положила их в само это средство, и вот за 15 минут я смотрю, они все чище, 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 и вот насколько возможно, оно отстирало, мне кажется, это потрясающий результат, учитывая, что кроссовкам больше года, и я носила очень-очень их часто, каталась на велосипеде, и какую грязь у нее, мне только не видели, потому что я живу за городом, у нас тут, знаете, такое бездорожье, в некоторых местах случается, вот, и я вообще в шоке просто, как уже говорила, ссылку оставлю мы в описании под видео, Озон, либо Вайлдбери, смотрите, даже шнурки отстирались, о, чистота, просто чистота, вообще, я в приятном шоке, очень рекомендую, последнее, что я на сегодня покажу, и закончу уже видео, это две пары обуви, тоже я для Левы покупала, весенние обувь, вот, первое, это вот такие вот кроссовки, очень мне понравились, если вот дождик будет, на дождливую погоду, вообще, мне кажется, классно будет гулять в них, вот, эта марка, вот такая вот, и взяла вот такие вот симпатичные ботиночки, от марки Чико, ну, всем мамам точно известная марка, и вот так выглядят ботиночки, вот, очень такие красивые, ну, это под брючки, может быть, под какие, ну, не под спортивный стиль, конечно, вот, они были по скидке, вот, смотрите, они без скидки стоили 55 евро, я взяла всего лишь за 19 евро, совсем дешево получается, я люблю вообще этот магазин, мембершоп, там мне удается вот по скидкам достаточно хорошие вещи урвать, а вот такие вообще, когда, ну, знаете, фирменные какие-то вещи, вот, Хэлли Хэнсон, Чико, даже, да много разных всяких, когда по скидке удается купить, так вообще, просто за радость, так что вот, на сегодня я уже буду заканчивать, простите, свой влог, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на группу в телеграм-канале, там их две, группа Алиэкспресс и группа просто этого канала, и увидимся в следующем видео, пока, не болейте.